Здравствуйте еще раз. Я очень люблю security форум. Мы каждый год собираемся, ждем его. Чем это мероприятие нравится? Тем, что обычно на нашем security форуме мы задаем повестку дня на год, то есть с чем мы будем работать, с чем мы будем приходить к нашим партнерам, заказчикам. И поэтому еще раз благодарю вас за то, что вы пришли послушать с самого утра, во вторник уделили именно нашему мероприятию время. Давайте похлопаем друг другу. Заодно проснулись и подождали, пока кофеин подействует. Кофеин, не перепутал. Давайте. Я вам сегодня расскажу о решении StoneSoft, NG Firewall. Для начала о компании. Компания Forcepoint, она претерпела массу изменений. То есть компания растет, развивается. В контексте сегодняшней презентации важно посмотреть вот сюда. То есть компания растет, поглощается, ее покупают другие компании, но в какой-то момент времени компания купила два решения. Это решение StoneSoft и решение SideWinder, которые как раз были созданы для решений вопрос NG Firewall, IPS, VPN и так далее. То есть решение вот этих проблем. Кроме этого, компания добавила свой опыт в работе с фильтрацией трафика веб, фильтрацией трафика, имейл и потихоньку превращается продукт StoneSoft, такое некое маленькое совершенство, о котором мы сегодня расскажем. Презентация будет нести три основные темы. То есть как снизить стоимость владения, как повысить уровень безопасности в компании, то есть какие функции решения стоит включать и поговорим о некоторых юзкейсах, то есть почему заказчики выбирают данное решение. То есть деньги, функциональность и юзкейсы. С чего начнем? Деньги. Правильно, поближе к баблишку. Я, кстати, напоминаю, что у нас тоже есть деньги в кармане. Поэтому за активное участие помогайте мне, задавайте вопросы, отвечайте на мои и мы сможем быстро, динамично пройти важные темы. Давайте поговорим про деньги. Кто в компании использует MPLS? Нет, нет рук, никто не использует. А, все используют. Хорошо, а что вы руки не поднимаете? У меня был случай один раз, когда… Да, когда спикер выходит и хочет зажечь аудиторию, и он говорит, кто там этот? И все молчат. Кто этот? И все молчат. Но точно знает, что люди должны поднимать руки. Он говорит, ладно, кто любит детей? Тут трое так поднялись. Окей. И все равно не все. Да. И он растерялся. Три человека в зале любят детей. Он говорит, ладно, кто видел детей? Хоть раз в жизни. Ну и тут люди немножко расшевелились. Давайте тоже немножко расшевелимся и будем активно принимать участие в этом. MPLS. Представьте себе, что будет, если вы завтра подойдете к своему руководству и спросите. Уважаемый директор, я могу тебе снизить затраты на MPLS на 20-30%. Как ваше руководство отреагирует на это? Хорошо, да. Вот, верно. Справедливый вопрос. То есть из этих 20-30% я бы себе попросил, наверное, 5. А вы сколько? Скромно? Папа? Как? Давайте проверять. Давайте проверять. То есть современный подход уже, мы как бы отходим от MPLS и приходим к такому пониманию, как SD-WAN. То есть про эту технологию мы чуть-чуть позже проговорим. Как подходит руководитель к выбору решения ng-firewall? То есть мне проще. Моя презентация простая, потому что когда я говорю ng-firewall, тут, наверное, 99% знают, что это такое. Все понимают. То есть я думаю, что там официанты это единственный, кто из нас не знает, что такое ng-firewall. И все понимают, необходимость. То есть ng-firewall это то, что нужно, это то, что must have. Как выбирать ng-firewall? Ну первое. То есть у нас есть какие-то требования, пожелания по производительности. То есть у нас есть определенная полоса пропускания, которая должна быть отфильтрована ng-firewall. То есть выбрали модельку, поставили ее в свой канал. И сразу же после этого возникает вопрос, какой отказоустойчивости. То есть мы хотим, чтобы эта модель была в каком-то отказоустойчивом режиме. То есть помимо того, что мы выбрали модельку, мы покупаем еще одну такую же. Верно? Еще одну такую же. Тут возникают справедливые вопросы. То есть с течением времени наш бизнес меняется. Если наш бизнес не меняется, то скорее всего он через некоторое время умрет. Наш бизнес меняется, растет, развивается, увеличивается количество сервисов наших. И тем самым мы увеличиваем количество пользователей наших. Тем самым мы увеличиваем трафик у себя. То есть нам нужен рост. Нам нужна масштабируемость. И мы сталкиваемся с несколькими вопросами. Вопросами end of sale, end of support. Тех самых железок, которые мы в себе купили. Кроме того, как я говорил, что количество сервисов порождает новые протоколы, новые технологии. И мы вынуждены докупать новые сервисы на самом ng-файрволе. То есть мы хотим, чтобы ng-файрвол уже был и BPM сервером, и IPS и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы хотим добавлять функциональность в решение. И самое большее, чего мы хотим от ng-файрвола, это то, чтобы он был надежным. То есть файрвол должен выполнять его основную задачу. То есть у нас должна быть, наверное, вера в том, что он никогда не пропустит те атаки, которые были в компании. То есть все это решается с помощью StoneSoft Firewall, который, во-первых, имеет хорошие параметры по отказоустойчивости. Его организация отказоустойчивости я специально выделил на отдельный слайд, потому что там есть очень принципиальные вещи, которые нет ни у кого. Вот эти вопросы тоже отпадут, и весь функционал ng-файрвола доступен из коробки. То есть вы не доплачиваете ни за какие аддоны. То есть все, что есть в файрволе, его максимальные возможности, этот сразу идет в коробке в стоимости решения. И относительно веры мы тоже поговорим. Прямо на этом слайде. Компания NSS Labs. Кто слышал про эту компанию? Хорошо. Здравствуйте, Владимир. Рады вас видеть. Спасибо. Спасибо, что посещаете наше мероприятие. Спасибо. Это знак качества. Хорошо. NSS Labs компания, она в основном занимается даже таким тестированием, не оценкой, то есть не аудитом, она занимается вот таким практическим тестированием, нагрузочное и взлом ng-файрволов. И эта компания чисто специализируется под ту тему, о которой мы сегодня говорим. Какой вывод сделала компания в 2018 году? Sonsoft стал номер один, лидер рынка, именно так называется данный слот, который пропустил наименьшее количество атак. То есть цифра дошла до 99,7 заблокированных попыток взлома. 0,3% осталось. 0,3% осталось. И это самый высокий результат из всех, кто принимал участие в тестировании. Кроме того, данная компания, она занимается оценкой с 2012 года. И если мы возьмем, выделим средний тренд ng-файрволов IPS с 2012-2018 года, вот он черненький, то есть как меняется степень защищенности наших файрволов со временем. И выделим тренд, как меняется возможность защиты решений от компании StoneSoft. То есть StoneSoft получает оценки каждый год, и эта оценка растет. Средний тренд, он значительно отличается от высоких показателей StoneSoft. Еще раз повторюсь, это касается и самого файрвола, и IPS, и возможность организации VPN соединения. То есть так называемый S2. Тут бегло проскочим, я просто не люблю говорить плохо про конкурентов. Просто отмечу, что в разное время года популярные вендоры по информационной безопасности проваливали тест. Когда я говорю проваливали, это означает не 0,3%, это означает значительно больше, и в некоторых случаях неприемлемый уровень процентов, который пропускает файрвол и IPS из внешней среды в ту часть, которая должна быть защищена файрволом. Модельный ряд очень простой. От 100 мегабит до 240 гигабит. То есть это наша пропускная способность. Доступны все модули, распространенные по портам. То есть в зависимости от вашей сетевой конфигурации вы можете использовать те или иные порты. Все на борту. Все на борту. То есть файрвол, IPS, VPN. Все есть прям из коробки. Доступны виртуальная версия, облачная версия и железная реализация. Мы не используем айсик. То есть мы не используем айсик. Кто знает, что такое айсик? Вот первая рука. Можете нам рассказать, что это в двух словах? В чем основа? Специальная микросхема, которая вычислительная микросхема. Правильно. А во что она интегрируется? В какую часть? Ну да, то есть это ускорители сетевых карт. То есть это SSL-ускорители, которые занимаются тем, что там лопатят большой объем SSL-трафика. Так вот мы их не используем. Я хотел со своих. Хорошо. Спасибо. Спасибо за активное участие. Но свои я тоже добавлю. Мы не используем айсики, потому что мы посмотрели на следующий тренд о том, что ускорители делают на самих процессорах. То есть мы, наверное, будем использовать, не наверное, а совершенно точно будем использовать возможности, которые нам предоставят вендора производителей серверов, которые уже сейчас вкладывают вместо SSL-ускорителя, они вкладывают аппаратные ускорители, процессорные. А это как-то повлияет на какой-то стратегии для обработки в принципе SSL-скорителя? Да, в том… Верно. Абсолютно хороший вопрос, который стоит… Сколько мне тут? Передайте, пожалуйста. Да, совершенно верно. То есть разница в чем? Что айсик, они влияют только на ускорение сетевого трафика. Большинство сетевого трафика у нас шифрованное, то есть SSL-трафика. А аппаратные ускорения, они влияют на работу сервера в целом. То есть и обработку сети, и обработку каких-то вычислительных задач, которые на этот сервер ложатся. То есть мы будем использовать именно вот эту часть. Да, тут есть вопрос. Да. И обработать тот функционал, который железка и само решение, которое на нем крутится, должно обработать. Все верно. Не совсем так. Хороший вопрос. Как ты говорил, этот фильм называется, там где пришельцы приходили? Мне кажется, они с этим звуком приходили. Я подойду. Спасибо за… Аномальная зона, я там больше не буду ходить. Фух, она вырубила микрофон. Окей. Окей. Давайте я скажу. Понятно, что нужно тут… Раз, раз. Если появится какая-то стачок в данном, он не… Это вот мощности процесса. То есть этот параметр 50%, он был рассчитан для того, чтобы решение продолжало выполнять… функциональные возможности, то есть разделить вычислительные ресурсы, которые тратятся на SSL трафик и разделить с тем, что должно делать на процессоре. Я не уверен, что у меня карман выдержит это, но вопросы можно продолжать. Да. 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 Все устройство, если один процессор обрабатывает и крипту, и сетевой трафик. А если он еще не найдет облачный? Ну, мы до облака следующий вопрос. Да. Давайте по очереди. Вопрос следующий. Вы сказали о том, что вы дефектуете SSL трафик. А где вы храните? Включите. Извини. Это вопрос наиболее интересный. Насколько защищено это хранить? Мне кажется, даже я встречал вашу статью, по-разному. Да. Было такое. Нет, на самом деле, я прошу прощения вам. На самом деле, это главный вопрос. Потому что кто поверит, коммеряет? Верно. То есть подходы достаточно стандартные. То есть это аппаратные HSM-модули, которые могут хранить ключи, которым есть степень доверия. То есть если ваша политика безопасности требует высокой степени доверия, то нужно применять специализированные средства. Тем не менее, есть шифрованная область памяти, которая хранит в том числе и створочек. Мастер-ключ хранится... Нет, извините, все хотят знать не просто так, все хотят знать для того, чтобы доверять, оборудовать. Владимир задает правильные вопросы, но я надеюсь, он спрашивает не у меня, где мы храним наш мастер-ключ. Вот я решил зашифровать его мастер-ключом. Хорошо, я... Во-первых, вопрос, как я его создаю, а во-вторых, где я его храню. Все верно. Можно ли оттуда его извлечь? Процедура генерации работы с ключами, она делится на несколько этапов, и в каждой из этапов можно повысить его уровень безопасности. Процедура генерации, ключей, понятное дело, может происходить на коленках, на айпаде. Один вопрос, соответствующий уровень безопасности, либо о специальных комнатах, кабинах с аппаратными генераторами ключей. То есть в зависимости от того, какой уровень безопасности приемлемый в вашей организации, соответствующий подход. Как хранится у стансафта, я говорил, то есть шифрованная область на памяти, либо HSM, подключаете и храните на внешнем устройстве. Если мастер ключ, если мастер ключ, то тут ваши требования к безопасности. Это может быть компакт диск, это может быть флешка, которая хранится в закрытом сейфе с контролем первого вскрытия, но потом вопрос, где хранить сейф и так далее. Почему не 100%? Почему не 100%? И если мне кто-то скажет, что они прошли 100% тест, я ему не поверю никогда в жизни. Потому что все время мы не можем добиться 100% безопасности. Это состояние не существует. То есть мы не можем, точнее так, это безопасность Шрёдингера, мы не можем наблюдать состояние 100%… Мы можем ее гарантировать. Либо мы можем гарантировать с дельтой. Верно, верно. С дельтой. Нет, технология блокчейна тут не применяется. А как бы вы ее тут использовали? Давайте подумаем вместе, как бы вы ее использовали. Есть технология блокчейна, как бы ее использовать? Ну, блокчейн – это способ распределенного хранения журналов каких-то и записей. Смотрите, процедура с работой с ключами, она в том числе предполагает их отзыв и их аннулирование. Согласны? А в… Верно. Можно ли из блокчейна удалять данные? Как, как? Они будут просто на пересчете последнее валидное значение. Хорошо, это очень, кстати, интересная технология. Как вам передать денежку, так, чтобы я не прошел через аномальную зону, на биткоины, да, по блокчейну? Хорошо. То есть, в принципе, возможно. Я рад, что мы начинаем фантазировать смотреть в будущее, как новые современные технологии могут применяться к системам защиты информации, о которых мы сегодня говорим. Я думаю, что еще ваш… Давайте я попробую добить презентацию до конца. Если останется время, я помню, что у вас есть еще вопрос. Если нет, я буду в 11.30 на тач-зоне. В 11.30 будет демонстрация этого решения. Поэтому, пожалуйста, тоже подходите. Интересно в интерфейсе. Там есть такие зеленые лампочки, которые горят, и очень мало красных лампочек. Я люблю, когда все зеленые. Поэтому подходите, там покажем зеленые лампочки. Про кластеризацию. Кто знает, чем отличается кластеринг от high availability? Кластеринг от high availability. Первая рука. Давайте по-другому. Если high availability – это актив, пассив, то кластер… Кластеринг – это способ организации, так называемые объединения в состоянии актив-актив. Тогда, когда нету нод, которые простаивают, мониторят активную ноду и только ждут, пока первая передаст управление либо фейловером, либо с командой администратора. Поэтому как подходит к кластеризации StoneSoft? Если вы выбрали модель и установили ее, чтобы собрать кластер из решений, вам не нужно покупать такую же модель. То есть вы можете объединять любые модели решения в кластер актив-актив. То есть вам не нужно точно покупать такую же дорогую модель и оправдываться перед руководством, почему вы купили две, а в единицу времени каждую работает только одна. Что по перформансу? То есть у нас заявленное число деградации трафика не больше 20%. То есть если мы с парой, то есть если мы объединяем два устройства, то у нас на выходе 180. Если объединяем 4, то на выходе 360% трафика сохраняется. У наших партнеров, тех ребят, которые помогают становиться нам лучше, это наши конкуренты, эти показатели значительно ниже. Некоторые заявляют в дата-шите, что у них есть кластеринг, но на форумах сами говорят, что ребята, не используйте кластеринг, используйте high-level ability. Виртуализация. Можно развернуть на любой среде, можно развернуть в облаке, то есть любую виртуальную машинку и в том числе ее подключить к кластеру, в том числе, где в кластере есть аппаратная реализация. Сейчас у нас еще очень мало времени остается, две минуты на презентацию. Я никуда не убегаю, я на вопросы могу отвечать, и у меня еще есть деньги. То есть если вы меня поймаете, где-то пьющим кофе или другие напитки, то мы сможем продолжить общение, и я отвечу на вопросы, и сможете тоже заработать деньги. И единая консоль. Очень быстро. В чем ее преимущество, в чем преимущество и как работает технология OneTouch. мы настраиваем какую-то сущность, настраиваем темплейты в консоли, выбираем, какие части кластера являются хабами, то есть те, которые концентраторами, те, которые распространяют настройки. Выбираем спицы, то есть это наши ноды, это наши распределенные офисы. Очень быстро мы можем разлить конфигурацию на наши спицы, то есть политики, кстати, ключи тоже, ключи шифрования именно VPN, организация VPN, маршруты, то есть вся конфигурация происходит в один клик. В том числе, если вам нужно расшириться, то есть у вас был офис Днепр-Киев, вы хотите еще в Харькове, это очень просто. Если финализировать, то у нас из преимуществ вся технология NG Firewalling, то есть это VPN плюс кластер плюс IPS, кластеринг с высокой производительностью, с легкостью масштабирования. Это единая консоль управления, которая помогает экономить время. То есть мы видели реализацию 136 точек, которые администрируются одним человеком. То есть он разворачивает кластер с единой консоли. Очень не нужно участие людей на местах. То есть полностью удаленное внедрение и обновление в один линк. То есть это все преимущества, о которых мы сегодня проговорили. Их намного больше. Мы просим вас, то есть мы не говорим, что наше решение самое лучшее и оно вам всем подходит. Когда мы говорим о StoneSoft, мы говорим, что это лидер рынка по версии NSS и мы хотим, чтобы вы его взяли попробовать на пилот, узнали, насколько ваши задачи решаются данным решением. И это то решение, за которое мы гордые несем этот флаг и будем продвигать на рынке. Спасибо вам за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...